Добрый день, сегодня анбоксинг и у нас Megamix. Megamix MGC от компании YJ. Под этой маркой MGC уже выпущены две трешки, кубик 2х2, второй MGC 3х3 мне очень понравился, двушка тоже очень хорошая, так что я ожидал, что Megamix не подведет. Коробочка вот такая вот красивая, я не знаю почему здесь изображена цифра 5, кто знает напишите, ну просто Megamix E5, не уверен. Откроем такой декоративный элемент, такой резной, красиво сделали, не спорю. Вот это вот выдвигается, и здесь нас ожидает сразу Megamix без всякой больше упаковки. Помимо Megamix набор пружин, они наверное другой жесткости, как и в трешке были, шайбочки. Надо будет попробовать, переставить. Ну и магнитики запасные. Сразу видно какие магниты установлены, мне кажется они отличаются от того, что установлено в Galaxy. Есть инструкция, но инструкция какая-то смешная, очень смешная. Стрелочками показаны какие-то движения, вникать не будем ни к чему. Вот так, коробка очень хорошая. Стоимость этого Megamix уже намекает на то, что они его позиционируют как топовую головоломку. Ну и посмотрим действительно ли это так. По размеру. Мне кажется он крупнее, чем Aohun. И соответственно он будет крупнее, чем все остальное. В Galaxy это версия L. Ну сопоставим с какими-то Yuhu. Это вряд ли плюс. Здесь есть вот такие вот бортики. Похожие на бортики на Yuxini. А только здесь они значительно крупнее. Такие достаточно острые. Если на кубике Aohun от компании Moyo они такие гладенькие были, приятно на ощупь. То здесь такие более угловатые, но с внутренней стороны. Но цепляться удобно. Я на нем открутил уже сборок 50. Уже достал, хотел записать анбоксинг. Но что-то у меня какие-то ощущения были двойственные. Потом решил немножко покрутить, потом уже записывать видео. Цвета отличаются. Это первое, что меня смутило. Если мы возьмем стандартную расцветку с Galaxy, то она не такая. У меня к сожалению Aohun в черном пластике. Я не могу сравнить цветной версии. Возможно там так же было. Но сравниваю с Galaxy. Отличаются. Все цвета другие. Тона цветов. Само расположение такое же, естественно. Но тона другие. И явный минус, в отличие от Galaxy, нет сменных таких черных деталек. Это, конечно, зря. Сразу скажу, что компания YJ наконец-то выпустила достойный Megamix. Я специально достал вот эти вот убогие, которые... Это YJ. YJ, а это кубинок классром. Все они однотипные и, по моему мнению, неудачные. И то, что, например, на Yahoo, если не ошибаюсь, Артем Яшков собирает быстрее, чем я, говорит не о том, что Megamix Yahoo хорош, а о том, что Артем Яшков молодец. А, это скорее исключение, чем доказательство того, что он хороший. Так что поздравляю компанию YJ с хорошим Megamix. То есть, если объективно оценить все параметры, он, наверное, да, удался. Но он не без недостатков. Давайте его перемешаем и во время сборки обсудим, что с ним не так. Ну, а что хорошо. Сразу отмечу, что он очень быстрый. Быстрый, прям как Аохун. Только еще с магнитами. Если вам нравился Аохун, наверное, и это понравится, если только не смутит крупный размер. Ну и к расцветке надо постепенно привыкнуть, если вы крутили Megamix других фирм. И еще такой момент, вот в перемешанном состоянии это видно. Узкие ребра. А если мы возьмем, как же, Galaxy, немножко намешаем. Там, видим, ребро широкое. Хорошо различимо. А здесь вот узкое такое. Это неплохо, но просто непривычно. Поначалу, у меня там первые сборки были минут 50 даже. То есть, плохо ориентировался. Ну и плюс незнакомые цвета. А так вот, если вращать, очень-очень все быстро. Бортики крупные, тоже непривычные, но цеплять удобно. Давайте берем. И уже что-то будем здесь размышлять. Да, тут зеленый особенно какой-то не совсем такой. Чтобы смотреть, тут такой темно-зеленый. А здесь светлый. Если на камере видно. Ну, не очень привычно. Но со временем должно все это стать лучше. Как видите, в цветах немного теряюсь, но сами грани вращаются достаточно хорошо. Мы так быстренько собрали F2L. Все пока замечательно. Если привыкнуть к цветам, опять же, все будет хорошо. Ну, давайте, если берем до конца. Только раз вылезет проблема с этим серым цветом наверху. Во всем по порядку. Крупный размер, конечно, тоже дает о себе. Дает о себе знать. Ну, я не так давно перешел на Galaxy V2L. Видео про него будет. Я его снял давно. Ну, просто все, как-то руки не доходили. Демонтировать и вывышать. Через один анбоксинг будет про F2L. Видео. Просто он уже давно вышел. И уже не так актуален. Да не особо заметен. А это все-таки посвежее новиночка, скажем так. Ну, с F2L я справился. Не ошибся на сером слое. Ну, и пиво. И сейчас прошло все нормально. То есть, собрался и проблем нет. Но, как я уже сказал, я сделал сборок 50 на нем. И за первые 10 сборок у меня раз в 6 флипнулся уголок. Ну, пока привыкал, наверное, к размеру, он флипался. Особенно часто у меня встречается флип, когда делаешь вот такой вот F2L. Вот его делаешь, и вот этот уголок флипается. Попробую это воспроизвести. О! И вот здесь вот получается флип. Да, его, что самое интересное, не сразу заметишь, если он тут рукой закрыт. Вот этот уголок флипается. Это беда. Это нехорошо. Ну, скажем так, далеко не все делают PLL. Чаще аккумундаторами. Все это загоняет. Но у меня вот такая проблема возникла. Вот сейчас опять. Чуть вот этот уголок не флипнулся. Ну, как бы можно сказать, что я криворукий. Да, скорее всего так и есть, но на Геоксе, что на V2M, что на V2LM, таких проблем нет. Это проблема. Это плохо. То есть, минусы. Ну, субъективный минус – это размер. Крупноват. Хотя, если сравнить размеры без ребер, то не так, что он и велик. Световая расцветка слегка непривычно, опять же. Если у вас был АОЛХУН, скорее всего, там что-то похожее и было. Компания Moe и YJ, они еще пока дружат. В плане расцветок у них все похоже. Магниты. Магниты, как по мне, можно было сделать чуть посильнее. Если опять же вспоминать Геоксе V2, любые версии, то существует немагнитная версия и магнитная. Если купить немагнитную и в нее поставить магниты, вы получите слабомагнитную головоломку. Да, много слова магнитных. А смысл в чем? В магнитной версии делают специальные вырезы, тем самым уменьшают толщину пластика между магнитами. Тем самым магнитное усилие увеличивается. Вернее, магниты лучше чувствуются. Здесь, не знаю, я не разбирал, но что-то я сомневаюсь, что они так сделали. Можно это, конечно, доработать, и магнитики будут посильнее чувствоваться. То есть, не обязательно их менять на более сильные. Не знаю. Так вот, если вращать... Мегамикс быстрый. Очень быстрый. Из тех пяти сборок, что я сделал, лучшее было, кажется, минута 13. Это далеко не идеал, но все же. То есть, я уверен, что на этом мегамиксе многие приноровятся собирать и будут показывать отличные результаты. Момент такой. Если вы обладатель мегамиксов Galaxy V2M, V2LM, то MGC вам, наверное, покупать не стоит. Ну, если только для коллекции, или вы, это я, который просто покупает все хорошие мегамиксы. Не стоит почему? Потому что он, скажем так, не является чем-то наглую выше. И у него есть недостатки, которых нет в Galaxy. И он крупнее. Он по-другому смотрится. У него другая расцветка. К нему надо привыкать. Но я не скажу, что он плохой. Он хороший. Но еще немножко сыроват. Но с другой стороны, если вы обладатель Юксина, не дай бог Юху Гонаху, каких-нибудь там кубинных квасромов, чехенгов, да, от Мафанга, то вот это, вот это, вот это в разы лучше, чем любая бюджетка. Это уже топовый мегамикс. Мегамикс. Да, есть какие-то нюансы. Но это мегамикс топовый. Это мегамикс магнитный. Магнитный мегамикс, это хорошо. В этом видео будет много личного и субъективного. Но уж извините. Магнитные мегамиксы, это хорошо. Даже пусть они здесь чуть слабоватые, но для первого топового мегамикса это замечательный вариант. Просто отличный вариант. Как бы уголки флипаются и на тех мегамиксах, на бюджетках флипаются. Для того, чтобы перейти с бюджетного мегамикса на топовый, хороший вариант. Для первого мегамикса отличный вариант. То есть вам не надо перепривыкать к чему-то, к каким-то особенностям. Если там собираете за три минуты, то покупайте смело и делайте хорошие результаты на этом. Ну, флипнется уголок, что с ним? Что поделать? Он на аху не флипается. Но его же до сих пор любят многие. Выпустят вторую версию мегамикса Ауфу, но с радостью куплю. Магнитную, естественно. Магнитную не буду. Так. Очень быстрый, яркий, приятный. Минус серый цвет. Тот же Scalum Boys. Эту проблему решил очень хорошо. Он не стал делать дополнительные пластинки, как в Galaxy, чтобы менять на черный. Он сделал серый темнее. Если вот так вот посмотреть, хотя на камеру, наверное, не видно, но он темнее. И на этапе ОЛЛ этот серый цвет различается отлично. Кроме для меня. Вообще, конечно, дальтоник, но здесь терпимо, но можно лучше. От Минскланд Гуси неплохо все это сделано. Вот будет скоро Ганн, еще мегамикс. Вы же в этом стиле, если у него тоже сделают темно-серый цвет или вообще предложат заменять на черный. Довать будет хорошо. Здесь это терпимо, но как опять говорю, нет предела совершенству. Можно лучше. Этот мегамикс вряд ли станет моим основным. Я на нем, конечно, откручу тысячу сборок. Он хорош. Но пока Galaxy V2L лучше. Не знаю, есть ли смысл показывать элементы. Вот внутреннее строение мегамикса. Сравнить ее, наверное, нет смысла ни с чем, поскольку это первый нормальный мегамикс как компания YJ. Сравнивать с бюджеткой не стоит. Но строение вот такое. Элементы достаются достаточно легко. Некрашенный пластик внутри. Не все элементы, но частично есть. в комплекте как я показывал есть второй вид пружин. Надеюсь, что это второй вид, а не запасные. Обязательно попробую их установить. Возможно это как-то поменяет головоломку. Может хотя бы флипы идут. Попробую понастраивать, затянуть, чтобы флипы пропали. Либо попробую выпрямить свои руки. Медоминкс неоднозначный. В итоге, еще раз повторюсь, если вы обладатель Galaxy магнитной версии, покупка этого совершенно не обязательно. Если вы обладатель бюджетки или возможно АО Хуна немагнитного, то это вам наверняка понравится. насчет АО Хуна могу конечно ошибаться, но он по цветам должен совпадать. То есть после бюджетки смел берите. Или как первый Мегаминкс тоже можно. Конечно цена у него не самая маленькая, но и не самая дорогая. Подождите Ган, там будет хорошая цена. А на этом все. Собирайте Мегаминкс. Всем спасибо. Всем пока.